Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой неделе. Очень надеюсь, что вы воспользовались моим советом и предприняли всевозможные усилия, чтобы сохранить благоприятное расположение духа, соответствующий настрой, которые очень важны для нашей спекулятивной деятельности. Этой неделе мы с вами замыкаем не только месяц и первый летний, собственно, начало летнего сезона, но еще и закрываем первый полугодие. 2017 года, соответственно, еще раз напоминаю, что в связи с этим на второе полугодие 2017 года я предложу обзор такой тотальный в большой формате визуального оформления с презентацией, но те, кто следит за обновлением контента на нашем канале на YouTube, знают, что у нас есть рубрика «Пульс Рынк». Так вот, я хочу предложить вам очередной ролик с рядом наиболее, на мой взгляд, от интересных инвестиционных идей, которых можно будет придерживаться вот на протяжении последующих шести месяцев, то есть под занавес 17-го года. И надеюсь, что некоторые из них уж точно выстрелят. И, конечно же, цель максимум будет реализовать все. Постараюсь максимально четко аргументировать позицию, ну, собственно, как это стараюсь делать всегда. Надеюсь, что какая-то идея вам приглянется, и вы непременно воспользуетесь. Сегодня, друзья, помимо нашего традиционного брифинга, как всегда, в 16.30 еще состоится вебинар «Правильный понедельник». Если есть возможность физически на нем присутствовать, с удовольствием вас всех приглашаю. Там мы проводим разбор полетов в основных событиях прошлой недели, осмотрим, как они оправдали наши ожидания, либо не оправдали, как повлияли на финансовые активы, и стоит ли еще пытаться что-то из них выжать, именно в долгосрочном анализе. Взглянем на те отчеты, которые у нас на повестке текущих пяти дней. В целом, хочу сразу же отметить то, что, как и прошлой неделе, нас статисты особо баловать не будут. Но все-таки несколько релизов, они идут ближе к концу, не дели важных. Это отчеты по ВВП США, отчеты по ВВП Канады и Англии. На них мы обязательно обратим внимание. Ну и плюс ко всему, у нас еще с вами еженедельная статистика по запасам нефти. Для нас рынок черного золота всегда был очень важным и интересным. Мы традиционно уделяем очень много времени каждый день оценке всего, что происходит в этом секторе. И, собственно, очередной блок статистики будет не лишним, чтобы подкрепить, либо, напротив, несколько переосмыслить вообще свое отношение к перспективам нефти. Хотя я надеюсь, что с большей вероятностью, практически со 100% вероятностью, мы будем получать сигналы, указывающие на то, что наш с вами прошлый прогноз абсолютно введен. И мы не просто так находимся в затяжном, нисходящем веке. 16.30 по Москве, друзья. Если есть возможность, присоединяйтесь. Ну а теперь давайте переходите к нашему традиционному анализу. Нефть. Клосс заключительной сессии прошлой недели, пятница, 45.86. Сейчас нефть торгуется чуть повыше. 46.30. Если вы поставили все-таки на еще больше ослабление нефти, это, конечно же, может быть, было рискованное предприятие, поскольку мы с вами добрались до нашей цели в 45, и это уже попытка поймать сверхприбыль. Ну, я ни в коем случае не хочу никого винить за это, потому что все мы трейдеры, и все мы иногда можем несколько переоценивать собственные возможности и возможности рынка по поводу того, чтобы дарить нам вот эти шансы и спекулятивные тренды, которые мы ловим. Но в отношении нефти сейчас может быть даже другой расклад. Все-таки я, как и вы, абсолютно уверен в том, что мы продолжим снижаться, поэтому если вас это немножко всподрит, то я тоже сохраняю короткую позицию, даже несмотря на то, что мы достигли нашей с вами долгосрочной цели в 45 долларов за баррель. Если ваша вера пошатнулась в то, что нефть будет снижаться за последние дни, поскольку четверг-пятница у нас было локальное восстановление, я тут хочу вам сказать, что ни в коем случае расстраиваться не нужно. Вы нормально, адекватно подходите к развитию любого тренда. Я уверен, что опыт каждого из вас уже позволяет вам понять и убедиться в том, что безоткатных движений не бывает. И даже тогда, когда все располагает в пользу того, что вниз, 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 еще более низкие ценовые значения, периодически бывают эти выбросы. Тем более, что под конец недели мы их с вами связали еще с абсолютно логичным желанием трейдеров фиксануть тот профит, который удалось получить. Все-таки речь шла не о просто минимальных значениях за несколько месяцев, речь шла о минимуме за 10 месяцев, не говоря уже о том, что это минимальное значение за последний год, с начала 2017 года. Что у нас сейчас сложилось по динамике? Получается, даже несмотря на восстановление четверг-пятницы, прошлая неделя оказалась убыточной для рынка черного золота. Прошлая неделя стала пятой неделей снижения подряд, и это самый затяжной нисходящий тренд за последние три с половиной года. Но мог ошибиться, правда, ненадолго, хотя я посмотрел детально, когда же мы последний раз видели подобный тренд. Плюс ко всему, друзья, я хочу напомнить вам, что первое полгода тоже есть определенный исторический рекорд, самый плохой с 1997 года. И причины, вот этот извечный вопрос, я думаю, что если кто-то из ваших знакомых, кто интересуется нефтью, спросит, почему нефть валится, вы тут же сможете дать себе четкий, объективный ответ, почему. Потому что новостная картина, она в целом за последние полгода ничуть не изменилась. Ну да, раньше были надежды на то, что Ближневосточный картель примет решение о продлении действия пакта. Так они его приняли. И более того, я хочу сказать, что даже по прошествии всего лишь одного месяца, когда эта сделка была пролонгирована, мне кажется, сам Ближневосточный картель убедился в том, что текущих мер явно недостаточно, потому что картина только усугубляется, картина ухудшается, предложение растет, оно зашкаливает уже на несколько сотен миллионов баррелей, превосходит среднее значение за последние пять лет. И вот эти мрачные прогнозы, которые мы слышим, буквально и видим со стороны всех агентств, которые специализируются на оценке ситуации, они только убеждают нас в том, что нефть будет переписывать и переписывать донные уровни. В частности, из отчетов прошлой недели, запасы нефти, запасы нефтепродуктов, запасы бензина, запасы бензина это вообще отдельная история, поскольку сейчас наблюдаются самые настоящие нонсенсы. В летний сезон США падают, точнее запасы бензина растут, что явно отражает низкие показатели спроса. После того, как мы на прошлой неделе переписывали буквально каждую торговую сессию, ну и за исключением последних двух дней, минимальные многомесячные уровни, я напомнил вам то, что обычно такой форс-фажор, рыночный, трендовый, он провоцирует появление слухов на рынке о том, что ближний и восточный картель готовятся к новой неформальной встрече, где будут обсуждаться дополнительные меры воздействия на текущую ситуацию. В принципе, эта информация пока не подтвердилась. Но вот у меня есть возможность вам рассказать про комментарии министра нефти Ирана, которые были сделаны на государственной радиостанции, опять же, скажем так, ближневосточного региона, поскольку там этот вопрос насущный, конечно же. И на вопрос о том, как можно повлиять на текущую ситуацию, собственно, он ответил, что нужно, конечно же, резко сократить объемы добычи. И последующий, разумеется, нормальный вопрос после этого, а действительно ли все поддерживают эту инициативу? На что был дан ответ, что нет, в этом и есть самый большой риск. Даже вот сокращение ограничения добычи на 1,8, это выстраданная мера, которая прошла многоэтапное обсуждение. Собственно, этот знаменатель удалось достигнуть только после нескольких раундов переговоров. То, что стороны должны поддержать эту инициативу, потому что все заинтересованы. В том, чтобы вернуть котировки нефти выше текущих значений. Если говорить о том, чтобы снизить производство еще сильнее, на это никто не пойдет. Особенно, что ряд ближневосточных стран активно в последнее время инвестируют в эту отрасль, инвестируют в создание новых производственных мощностей и делают это для того, чтобы впоследствии поднять уровни добычи. И уж тем более не терять эти тренды, не терять собственную долю, которая за опеком по-прежнему ведущая. Плюс ко всему, друзья, у нас в пятницу еще был традиционный отчет Байкер-Хьюса. 23-я неделя подряд роста числа терминалов. Я рассчитывал, что прирост будет сейчас, может быть, не такой существенный, как раньше. Нам нужно было перевалить хотя бы чуть-чуть за 750. Мы ушли далеко. 758 новых станций. Максимальное значение с конца 2014 года. Восстановительные и растущие тренды даже уж не знаю, за какой период-то. Явно то, что темпы прирост в два раза превосходят темпы сокращения, тоже медвежий сигнал. Поэтому рынку нефти сейчас буквально негде найти вот этот глоток оптимизма, чтобы хоть как-то отбить потери, которые пришлось понести в последнее время. Потому что помимо штата, вы помните про цифры добычи в Ливии, в Нигерии, вы помните вот эти доклады, вы помните статистику, которую мы также еженедельно анализируем. Куда ни глянь, один сплошной негатив. Поэтому, друзья, не обращайте внимания на то, что периодически рынок восстанавливается. Это нормальное следствие затяжного нисходящего тренда, и все равно мы к нему должны вернуться, если не изменится картина. Предпособность для этого нет. Поэтому я предлагаю ставить на то, что мы пойдем так в район 43-42 долларов за баррель. Рубль 50-28, в принципе ситуация не меняется, рубль девальвируется. Рынок решил глотнуть воздух, отдать передышку и быкам. Этой передышкой воспользовались и покупатели рубля. Поэтому мы отошли от локальных максимумов пары доллар-рубль. Но здесь тоже тренд уже ясен. Закрепление выше 60, это закрепление как фактически уже реализованное. Нужно немножко подождать. Европейская валюта против доллара. В целом какой-то интересной статистики по евро нет. Собственно, так же, как и интересных новостных событий. Вот в эту пятницу выйдут данные по базовой инфляции. И через неделю уже, по сути, мы будем снова следить за выступлением господина Драги, который коснется темы перспектив денежно-кредитной политики. Но забегая вперед, опять же, мы уже с вами можем делать выводы о том, что Европейский Центральный Банк, но никак не сможет пойти на радикальные шаги и действия в виде выхода из текущих экономических стимулов. Особенно в свете снижения базовой инфляции, падения индекса потребительских цен и всем известного, понятого и осмысленного факта того, что медведи так просто нефть не отпустят. И если вам нужны параллели, вот есть такая математика, друзья, если Brent, скажем, в целом нефтяной актив теряет один доллар, то это равносильно потери для общего индекса потребительских цен 0,2%, но в перспективе ближайших трех месяцев. Если вас интересует, можно ли это проверить, можно. Вы попробуйте взять отдельный регион, но я рекомендую рассматривать развитые рынки. И особенно те рынки, которые чувствительны к ценам на нет. Ну, например, Канаду. И посмотреть то, что происходит с показателем CPI инфляции и ценами на нет в перспективе последних пяти лет. Вы придете к точно такому же выводу. Поэтому, друзья, если ГЦБ и выйдет из программы количественного смягчения, то только после того, как будет достигнут целевой показатель по инфляции. Ну, или, по крайней мере, будет сформировано устойчивое ожидание роста этого индекса потребительских цен. Сейчас этого нет. Поэтому единственное, за что приходится сейчас цепляться для тех, кто покупает евро, ну и как раз срочно я все-таки рекомендую покупать евро, это за рыночный сантимент. Я не буду повторяться, почему это так, потому что это рыночная практика, это логика, которая отрабатывает. Она упирается в то, что рынок не дает зарабатывать всем. И я снова обращаю ваше внимание на традиционный индикатор, который доступен всем нашим клиентам. Это индикатор кайма. Он снова сигнализирует о том, что очень большая позиция, совокупно направлена сейчас на продажу, на логичную коррекцию. И если вы долгосрочный трейдер, вам не нужно забивать себе голову каткосрочными импульсами наверх. Поэтому я снова повторяю, что если вы готовы, скажем, выселить посадку еще в несколько сотен опунтов, вам не нужно метаться. Просто ждите того часа, когда рынок еще раз и уже окончательно убедится в том, что не только этот год будет с действующими экономическими стимулами для Еврозона, но и, возможно, весь следующий. Поэтому европейская валюта, вот по планам и прогнозам Ситибанк окажется ниже отметки 1.10 к концу 2017 года. Я думаю, что это произойдет еще раньше. Но евро сейчас неохотно ходит. Нужно смириться с тем, что это не самая интересная валютная пара, потому что там даже каткосочные сейчас заработать очень трудно. Ну что такое, несколько десятков пунктов за неделю. Конечно же, ерунда. Можно попадать в удачу других активов. В частности, фунт против доллара. Здесь на прошлой неделе у нас был настоящий конфликт, опять же, риторик. Сначала Карни, который выступил в пользу того, что ставки будут высокими. Потом Холден, который является главным экономистом Банка Англии, отметил то, что во втором полугодии 2017 года Банк Англии может свернуть, сократить или вовсе отказаться от некоторых стимулов и инструментов, которые действуют в рамках Банка Англии и которые стали ответной реакцией на следствие бред, случившегося прошлым летом. Ну, я не верю, что Банк Англии будет выходить из любого проявления мягкой сейчас экономической политики, потому что, на мой взгляд, полностью разделяя позицию Карни, это было бы абсолютно недальновидным решением. Реагировать на рост инфляции, ужесточать условия кредитования на мутном рынке на фоне тех проблем, которые всем известны, начиная от политической неопределенности и кончая сокращением темпа прироста заработных плат, уже снижение даже уровня располагаемого дохода, это глупо даже, а не просто недальновидно. Я в этом плане разделяю позицию Карни, надеюсь, что многие из вас тоже все-таки видят больше, скажем, больше зерно истины в том, что он говорит. И как ни крути, лидером мнения остается он, друзья. Сейчас, помимо статистики, я еще предлагаю, хотя вот из статистики в пятницу нам был доступен очередной прогноз по инфляции. Так вот, в прошлый раз, когда мы возвращались к этому индикатору Панканга, я считал, что индекс потребительских цен может вырасти до 3%. Сейчас уже моя цифра 3,1-3,2%, с которым, скорее всего, придется закрыть этот год. И на фоне такого роста инфляции, ну, конечно же, сейчас неправильно будет и абсолютно неэффективно идти на меры, предполагающие ужесточение монетарной политики. То, что рынок все-таки придет к этому, я в этом не сомневаюсь, поэтому и рекомендую дальше держать короткую позицию. Нарастают политические риски, друзья. Вот все вы, ну, многие, я уверен, помнят такое агентство, которое оценивает общественное настроение по ряду вопросов. Мы о нем очень много говорили, когда готовились к парламентским выборам в Англии. Это агентство ЮКОП. В частности, их оценка, их предварительные данные того, кто сможет выиграть парламентские выборы, ну, в частности, нас даже не это интересовало, нас интересовало, сможет ли консервативная партия получить необходимое большинство. Они дали очень четкое, пропорциональное такое соотношение либористы и консерваторы. То, сколько примерно наберет процентов голосов. И практически попали в точку. Так вот, последние данные от ЮКОПа говорят о том, что 35% предпочитают сейчас видеть, опять же, в должности премьер-министра руководителя лидера партии либористов Корбина. И очень сильный контраст, друзья, 35% за Корбина, при этом 34 на 1%. То есть даже не важно, насколько, меньше считают то, что лидером в процессах Брэкзита и в такой непростой период для Англии должна быть Резем Мэй. Я думаю, что, возможно, сам факт того, что настроения действительно меняются, да и сам факт того, что консервативная партия не получила достаточного большинства, это тревожные звонки, которые указывают на определенные показатели легитимности доверия к текущей власти со всеми утекающими отсюда последствиями. Поэтому, если вы хотите высмотреть или увидели во всем этом какой-то позитив для британца, ну, вам дорога только одна. Покупать фунт против доллара, либо против других конкурентов. Я считаю то, что можно и нужно делать ставку на коррекцию, даже несмотря на то, что в последние дни британская валюта восстанавливалась. Доллар против японской иены. Мы сейчас наблюдаем пару на отметке 111.29. В частности, доллар получил поддержку еще от статистики по заявкам на пособие по безработице. Я напоминаю то, что этот индикатор неуклонно снижается. Позитивный это знак, позитивная динамика. Сам факт того, что количество увольнений снижается, это проявление, признак сокращения предложения на рынке труда и, возможно, потенциальный стимул для роста зарплатных плат. Вот как можно развернуть показатель по заявкам на пособие по безработице. Продажи домов на первичном рынке выросли на 2,9% цены, между прочим, сейчас на первичке достигли исторического максимума, что подтверждает очень высокие показатели внутреннего спроса. Ну, конечно же, мы понимаем, с чем это связано, потому что все готовятся к еще не одному шагу по повышению процентных ставок. И взять сейчас ипотеку гораздо более выгоднее, чем брать ее тогда, когда ставки будут выше. Поэтому я не сомневаюсь, что рынок недвижимости будет также прогрессировать, по крайней мере, до конца 2017 года. USD иена. Сегодня у нас по отчетам 15.30 заказан товар длительного пользования, увлаженный релиз, ему даже экономисты отводят по 5-балльной шкале 5 звезд. Если статистика не подведет, по прогнозам мы должны увидеть хорошие цифры. Тогда восходящее движение пары доллар и иена продолжится. Ну и особую, конечно же, я ставку делаю на показатели ВВП, которые, как нам обещали, будут совсем другим, нежели мы завершали четвертый квартал 2016 года. И будет лучше, точнее первый квартал 2017 года. Будет лучше. Но я верю, что статистика действительно должна была привести к более интенсивному росту. И надеюсь, что мы увидим это в цифрах, потому что нужна поддержка для нашей с вами традиционной излюбленной пары доллара японская иена. Вообще, до этой недели я предлагаю ставить, как и раньше, на рост и рассчитывать то, что пара может оказаться выше отметки 112,5. Доллар канадец, друзья, тоже в центре нашего внимания. Хочу сразу проанализировать данные по инфляции, которые вышли в пятницу. Они еще раз доказывают тот факт, что если кто-то из вас поставил на рост канадца, потому что появилось повышение процентной ставки, нужно одуматься, потому что в пятницу вышли данные по инфляции, которые указали, что индекс потребительских цен снижается. 1,3% в годовом выражении с 1,6. Базовое значение инфляции также просил на 0,2%. В годовом выражении 0,9% с 1,1%. При такой инфляции Банк Канады не пойдет на повышение процентной ставки. Это 100%. Поэтому мы будем ждать похожие комментарии, подобные в ближайшее время от господина Полза, который возглавляет канадский регулятор. И уж точно они станут куда более интересными для трейдеров, нежели комментарии его заместителя Каролины Билкинс, которая, собственно, и укрепила канадец заявлениями о том, что Банк Канады может повысить процентную ставку даже до конца этого года. Я советую отказываться пока от этих спекуляций и ставить на рост пары USD-ката. В частности, после выхода данных по инфляции в пятницу мы видели сразу же ослабление канадца практически на фигуру. И это как раз еще на подтверждение того, что все-таки трейдеры готовы использовать правильную статистику, нужные отчеты и аргументы против расточения политики, чтобы возвращать актив к более оправданным ценовым значениям. USD-кат, друзья, как и раньше, наша с вами цель 1.34-1.35. Как только доберемся, будем пересматривать уже уровни на более высокие значения. Золото выросло на слабости доллара в пятницу. В частности, сейчас золотой актив у нас находится на отметке 1254. Недалеко мы ушли от отметки 1250, поэтому я думаю, что больше шансов у нас увидеть все-таки дальнейшее ослабление в активах. Американский фондовый рынок снова восстанавливается, идет к планке 2450, уровня которого мы уже достигали. Если рынку удастся закрепиться выше этой отметки и мы увидим импульс, даже прострел повыше, еще раз попробуем рискнуть и подкупить и американскую фонду. Ну, это вопрос в ближайшие дни. Сегодня ждем только заказан товар длительного пользования в 15.30 по московскому времени, ждем поддержки для доллара и ждем, чтобы пара доллара и японская иена хотя бы сегодняшнюю торговую сессию с отметки 111.29 закрыла повыше уровня 111.50. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube и форум Amarket. Составляйте ваши комментарии и все, что вас интересует касательно трейдинга именно там. Не забывайте то, что на этих каналах нашего трейдерского сообщества с материалами знакомятся не только я, но и все другие трейдеры, поэтому подключаются к дискуссии, к обсуждению. Это приятно, собственно, видеть, потому что еще раз доказывают то, что многие участники рынка не игнорируют фундамент, стараются искать, опять же, какие-нибудь интересные события и катализаторы для движения тех активов, которые составляют основу нашей с вами каждодневной степутивной деятельности. Еще раз хочу пожелать вам удачной торговой сессии, удачной торговой недели. Сегодня в 16.30 те, кто хочет проанализировать еще раз события прошлой недели, жду вас на вебинаре в правильный понедельник. Ну а те, кто посещает брифинги, как и всегда, завтра в 9.30 по Москве в прямом эфире. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.